Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас уже 1 октября 2023 года, воскресенье. Местное время 15 часов 5 минут, Киевское и Московское 16 часов 5 минут. Сейчас я намереваюсь завершить чтение работы профессора Энн Ортнера под названием «Боль как диагностический симптом при распознавании внутренней и нервной болезни». Перевод со второго немецкого издания доктора Г.И. Гордона, книгоиздательства «Медицина», Ленинград, 1924 год. Последняя глава, которую я сегодня зачитаю, третья глава, озаглавлена «Головные боли». Думаю, что эта глава заинтересует многих, поскольку головная боль – это довольно частый симптом. В клинике различных заболеваний. Итак, глава третья. Головные боли. Цефалия. Или цефалгия. Насколько часты жалобы на головные боли, настолько же разнообразны и их причины. Чтобы правильно распознавать и лечить головные боли, мне кажется, рациональнее всего делить их на два больших отдела. На такие, которые возникают внутри черепа, и на такие, которые имеют место вне его, то есть вне черепной коробки. Причем, в первом случае, ближайшая причина их может быть или местная, или отдаленная, то есть общего характера. Именно внечерепные боли очень часто остаются нераспознанными, так как при этом игнорируется всегда одно правило. По-моему, чрезвычайно важное. При всякой жалобе больного на головную боль, безусловно, необходимо осматривать и ощупывать весь его череп. Прежде всего скажу, что причина головных болей может находиться в самой коже черепа. Конечно, всякого рода поражения ее, флегмоны и тому подобное относятся к области хирурга. А для терапевта я считаю небесполезным указать лишь на некоторые болезни, например, на рожистое воспаление кожи, но не в тех случаях, когда оно является продолжением рожи лица, а когда возникает самостоятельно после царапин, прыщей и тому подобное. Больные жалуются при этом на тянущие боли головы, которые сменяются потом уже болями инфекционного происхождения, значительно их превосходящими по своей силе. Ограниченная краснота кожи и валик вокруг нее выражены, впрочем, на коже головы вследствие натянутости ее весьма слабо, чувствительность, опухоль, ближайших желез лимфатических. Наличие всех этих признаков дает возможность правильно распознать болезнь. Но нужно помнить, что в глубоком возрасте все эти явления, в том числе и лихорадка, выражены весьма слабо. Другой вид головных болей, который мы называем истерической болью волос или клявус гистерикус, истерический гвоздь, заключается в гиперэстезии волосистой части кожи. Больные испытывают при этом такие резкие боли, точно в их голову вбивают гвоздь или там нарыв, жалуются на боль в волосах, на то, что им больно продеть сквозь волосы булавку для укрепления шляпки и тому подобное. При исследовании мы находим обычно, помимо прочих признаков истерии, сильную болезненность при дотрагивании до волос и поднимании их кверху. Боль головы может указать на неврологический характер ее, при этом болезненно определенная область кожи головы по ходу или тройничного или затылочного нерва. В первом случае мы имеем явление норалгия супраорбиталис с болезненностью соответственно выходу нерва супраорбиталис и с форамом супраорбитали. Во втором – нейралгиам оксипиталием с болью приблизительно в середине линии соединения сосцевидного отростка и осистого отростка седьмого шейного позвонка. Ну вот, сосцевидный отросток, вот сзади уха и соединение отростка седьмого, осистого отростка седьмого шейного позвонка. В том и другом случае необходимо тщательное исследование и отличие этого рода неврологических болей от других неврологий. Супраорбитальную неврологию следует отличить от заболевания костей и окружности нерви супраорбиталис. От эросклероза вазовозорум нервов, то есть сосудов сосудов нервов, болезни полости рта, глаза, носа, уха, мозга, всевозможных опухолей его, туберкулеза, гум и так далее. А также от малярии, сифилиса, болезни обмена веществ, именно подагры и сахарного мочеизнурения. При шейно-затылочной неврологии должны иметь в виду заболевания первого и второго шейных позвонков Пахимменингитис сервикалис гипертрофика люэтика, то есть сифилитический. Пахимменингит шейный гипертрофический, при котором имеются обыкновенно боли в руках и в затылке, болезненные процессы в задней черепной ямке, малом и продолговатом мозгу, особенно при радиации болей из области затылка, в плечи и руки, и, наконец, всевозможные заболевания позади средостения. Наконец, неврологии троничного и затылочного нервов могут быть симулированы сильными и заняв день продолжающимися болями, глящимися по целым неделям, имеющими характер сверлящих или пронизывающих болей. Эти боли имеют место при таббес церебралис. Независимо от прочих симптомов таббеса, на истинный характер этих болей нас наводит отсутствие болезненности при давлении на нерв и болевых точек и расстройство объективной чувствительности в форме гипостезии или анэстезии. Как кожа и ее нервы, так точно и мускулатура может быть источником головных болей, например, при мелгеокапетис или при так называемых мозолистых образованиях в мышцах головы. Диагноз этой редкой болезни ставится на том основании, что при слегка наклоненной к заде головы вдоль всей линии семициркулярис в точках прикрепления мышц к черепу, именно мускулис кукулярис из плении, а иногда из штернокляйда мостоидеис, и с колени прощупываются болезненные мозоли или узелки. Сюда часто присоединяется болезненность надкосницы верхней части позвонка, позвоночника, собственно, поперечных отростков позвонков. Больные эти жалуются на рвущие боли в голове, на усиление и приживание, даже при разговоре, что, впрочем, наблюдается, и при невралгии троничного нерва, на то, что для них невыносимо даже давление твердой шляпы и причёсывание, причём как активное движение головой, так и давление на галия апоноэротика, и место прикрепления мышц обостряет боли. Наконец, и самый череп может быть источником головных болей. На первом месте здесь находится сифилис костей или надкосницы. Конечно, там, где имеются легко прощупываемые гумозные опухоли, диагноз поставить нетрудно, но где их нет, там приходится обращать внимание на ночной характер болей, то есть на усиление их по ночам, особенно около полуночи. Да, сифилитические боли чаще всего ночам, ночного происхождения по ночам, но абсолютного патагноманистического значения этот характер болей не имеет. Другого рода головные боли, зависящие от опухолей головного мозга, аневризм, вертебральной или базилярной артерии, уремии, зубных болей, кариез зубов, глаукомы и диабета, также могут усиливаться по ночам. Помочь разобраться здесь может реакция Вассермана, и специфическая терапия сифилиса. Нет набанности говорить, что головные боли могут обусловливаться переоститами травматического характера, радиологически доказываемыми вдавлениями черепа. Иногда они быстро проходят, обусловливаясь кратковременным расстройством мозгового кровообращения. В других случаях дело сводится к сотрясению, сдавлению или контузии мозга, гематоме твердой мозговой оболочки, травматическому разрыву артерии, менингеа, менингеа, медиа, к мозговому абсцессу, или, наконец, к неврозу травматического происхождения. Для терапевта важно знать, что головные боли с головокружениями и рвотой указывают обыкновенно на предшествовавшее сотрясение мозга. Иногда боли являются симптомами травматического, серозного, хронического менингита, особенно, если можно объективно доказать повышенное спинномозговое давление. Головные боли являются частым и характерным начальным симптомом острого эпидемического энцефалита или последствиям такового, равно как при менингитах, пахеменгитис интерна, геморрагика, лептоменингитис. Наибольшие силы головные боли достигают при следующих трех болезнях при опухоли мозга, тумор церебре, при хроническом мозговом абсцессе и при хроническом серозном менингите. Болезни эти обычно сопровождаются повышенным внутримозговым давлением и при них часто наблюдается рвота. Головные боли эти обостряются при всех процессах, повышающих внутричерепное давление, например, при кашле, чихании, натуживании, при дефекации, при хроническом серозном менингите и при опухоли мозга боли распространены по всей голове, но они могут строго локализоваться в определенных областях ее, причем, имея дело, например, с опухоли мозга, отсюда нельзя сделать никакого вывода относительно локализации последней. Мозговая опухоль и абсцесс мозга в общем сопровождаются особенно сильными болями в тех случаях, когда они локализуются в задней мозговой ямке, так как при этом нарушается кровообращение веном магна галени и в акведуктус сильви, в сильвиемом водопроводе, в переводе на русский язык, что влечет за собой резкое повышение внутричерепного давления, поэтому-то и другое явление вполне понятно при серозном менингите, где форамин мандженди, как известно, остается закрытым. Головные боли при названных трех болезнях отличаются в общем продолжительностью. В некоторых случаях они имеют ремитирующий и даже интермитирующий характер, что может служить источником диагностических ошибок. Так, например, мне самому пришлось удостоверить на трех вскрытых хронических, серозных, менингит и на одном множественные абсцессы мозга, где я при жизни поставил диагноз истерию. Все эти четыре случая относились к женщинам, которые только в периоде менструации жаловались на сильные, диффузные головные боли, иногда с ротой, иногда с помрачением сознания, симптомы, которые нередко связаны с тяжелыми менструациями. При исследовании я нашел, помимо распространенной чувствительности черепа, при постукивании по нем только в одном случае, где впоследствии оказались множественные абсцессы мозга, резкую светобоязнь и ненормальную чувствительность к окружающему шуму, а при поясничном проколе получил едва заметную муть спинномозговой жидкости и повышенное давление в спинномозговом канале. В другом из этих случаев сирозного менингита диагноз истерии было проверено только случайно наступившей смертью пациентки, а в третьем и четвертом случаях его я уже и сам заподозрил менингитис сироза хроника, именно на основании рвоты, связанной с очень сильными головными болями. Так, где, там, где, как здесь, отсутствует застойный зрачок, сведение или болезненность затылка и другие симптомы менингита, диагноз, конечно, очень затруднителен. Наконец, еще в одном случае хронического серьезного менингита в моей и в других клиниках был поставлен диагноз неврастынии. Там шло дело о сорокалетнем мужчине, в течение многих лет страдавшей головными болями и представлявшем собой в общем все явления неврастынии. Он также внезапно скончался, и при вскрытии у него найден был хронический сирозный менингит. Подобного рода случая принадлежат к самым трудным в диагностическом отношении и всякий раз, когда имеешь дело с интермитирующей или ремитирующей головной болью по временам, связанной с сорвотой, нельзя довольствоваться простым диагнозом наироза, а необходимо думать о сирозном менингите, опухоли мозга и хроническом обсессии, и его даже тогда, когда болезнь длится целыми годами. Таков же и должен быть ход наших мыслей и в тех случаях, где несомненному и в тех случаях, где несомненному по-видимому нейвротическому симптомокомплексу предсчаствовала травма черепа, как часто последствием последней является сирозный хронический менингит, протекающий под видом неврастынии, с постоянными или периодическими головными болями, головокружениями, ненормальной раздражительностью и психическими явлениями. Восклицательный знак. Разве не то же самое мы наблюдаем в случае хронических, после травматических абсцессов, опрос, часто единственным признаком их являются только слабые головные боли, продолжающиеся целыми неделями. Не только в таких и теологически ясных случаях, но и при других периодических головных болях причиной их является повышенное внутричерепное давление. Мы наблюдаем это и при многих острых инфекционных болезнях, а приступы таких болей с шумом в ушах, нестагмом и амблиопией, однако без изменений в глазу и при хроническом алкоголизме. Все эти явления исчезают при поясничном проколе, то есть при пункции спинномозговой и при хроническом алкоголизме нам нередко приходится слышать жалобы на головные боли, обостряющиеся при кашле и чихании. В подобных случаях дрожание руки, языка, бессонница, вомитус, матутинус и прочие симптомы скоро наводят вас на правильный диагноз. Именно изменением внутричерепного давления объясняются и те головные боли, связанные с болезненностью затылка и другими менингиальными явлениями, которые появляются после поясничного прокола, когда из организма сразу же удаляется более или менее незначительные количества спиномозговой жидкости. Склеивается вот так. Головная боль при истерии, при неврастыне не является патогном монистичной. Очень часто она здесь и там выражается лишь в неопределенном чувстве давления в черепе, во лбу, затылке или в висках с той лишь разницей, что при неврастыне голова будто сжимается обручем или в тисках, а при истерии она точно собирается лопнуть. В других случаях истерия, головная боль принимает характер уже упомянутого истерического гвоздя, клявус гистерикус и вызывается ярким светом или шумом. Иногда она напоминает невралгию, идет дрожь затылочного нерва даже в лицо, но то, что она не ограничивается одним нервом, а распространяется и в окружности его, и что нет классических точек давления, свойственных невралгии, отличает эту головную болю от настоящей невралгии. Невростеническая боль головы узнается еще потому, что легко возникает под влиянием психических аффектов и усиливается при пребывании на свежем воздухе между тем, как головные боли при опухолях мозга или мигрени при этом уменьшаются и даже вовсе исчезают. Есть еще одна болезнь, которая подобна истерии и невростынии выражается не только головной болю, но и церебральными симптомами. Это артериосклероз мозговых артерий. Головная боль, локализующаяся здесь преимущественно во лбу, имеющая характер колющей, сверлящей или стреляющей боли, сопровождается головокружением, потерей памяти, легкой утомляемостью, то есть вполне напоминает невростынию. Ввиду этого дифференциальная диагностика представляет здесь огромные трудности. Мне кажется, что оставляя в стороне такие мелкие симптомы, как головокружение, парастезии, конечностей, затруднения речи и тому подобное, которые скорее свойственны артериосклерозу, чем невростынии, затем не считаясь тем, что головная боль при артериосклерозе усиливается при всяком напряжении, например, кашле, чихании, натуживании, то есть при всяком повышении внутри черепного давления, что она чаще всего появляется по утрам, иногда в виде молниеносных покалываний, иногда в форме мигренных болей решающим моментом должна являться здесь только этиология. Дело в том, что наличие артериосклероза периферических сосудов отнюдь не доказывает, но и не говорит против атеросклероза мозговых артерий, если в анамнезе нет причины против артериосклероза венечных нет причины для неврасты неумственное переутомление, психическое возбужение и так далее, если дело далее идет о субъекте старше 50 лет, то я предполагаю псевдоневростынию и псевдоневростынические головные боли на почве артериосклероза или атеросклероза. Но нужно помнить, что артериосклероз под влиянием некоторых инфекций, сифилиса, малярии или интоксикации может иметь место и в более молодом возрасте. С другой стороны, известно, что на почве артериосклероза может развиваться и настоящая неврастыния с головными болями и прочим симптомокомплексом. Но для этого требуется наличие предрасполагающей причины, без которой диагноз не будет иметь под собой достаточно оснований. Но в тех случаях, где мы ставим диагноз артериосклероза на основании исследования доступных нам артерий и где больной без всякой причины начинает жаловаться на головные боли. Это должно служить нам указанием на возможность церебрального осложнения, чаще всего тромбоза мозговой артерии и реже из-под воль начинающегося кровоизлияния в мозг. Об этих болезнях приходится думать всегда при наступлении внезапных головных болей, которые до известной степени являются ценным дифференциально-диагностическим симптомом между размягчением мозга на почве тромбоза и мозгового кровоизлияния. Головная боль, существовавшая в течение многих часов и дней до припадка церебральной гемиплегии с потерей сознания говорит за размягчание мозга на почве тромбоза. Следует заметить, что головная боль при артериосклерозе не всегда имеет характер неврастенический, но иногда появляются припадками то в виде сверлящей, то колющей, то стреляющей боли. Такой псевдоневрастенический симптомокомплект наблюдается и при некоторых психических болезнях, например, при прогрессивном параличе помешанных в его начальных стадиях, которые трудно бывает иногда отличить от неврастении, но у неврастеника головная боль имеет характер тяжести и давления на голову и только под влиянием психического возбуждения или усталости это неприятное чувство, давление может перейти в настоящую головную боль, которая днем и особенно к вечеру постепенно затихает. Именно это, именно это боль и ослабление памяти и приводят больного к врачу, так как он боится заболеть психической болезнью. Совсем иное наблюдается у паралитиков прогрессивных, у которого чувство давления на голову выражено очень слабо, длится недолго и на первый план выступает главным образом ослабление памяти и перемена в характере. Но это, конечно, едва уланимые отличия. Прогрессивный паралич может вообще протекать под видом церебральной астении с интенсивными головными болями, бессонницей и тому подобное. Но тут на помощь выступают соматические симптомы его. Именно разница в зрачках, отсутствии световой и болевой реакции, ослабление патилярного коленного рефлекса, дрожание губ, первоначальное расстройство речи, перемена почерка и тому подобное, которые дают возможность поставить правильный диагноз. Наконец наиболее надежное основание для диагноза дает теперь, как известно, поясничный прокол. Все три реакции спинномозговой жидкости, а именно нонеаппельта, вассермана и плеоцитоз при прогрессивном параличе оказывается резко положительными. Все три, скажем так, реакции. При деменции, прекокс, шизофрении или раннем слабоумии больные жалуются больше на тяжесть головы, чем на боль. Для диагноза этого страдания важно рядом с ненормальной усталостью и понижением работоспособности, ясное понижение также психической возбудимости больного последними моментами как бы вспыхивает и потом надолго опять гаснет. Это при шизофрении. Анемия и гиперемия мозга также являются причиной головных болей. При анемии боли эти неинтенсивны и выражаются в форме тупого давления, связанного с другими симптомами малокровия, как головокружение, шум в ушах и ослабление при горизонтальном положении больного или применении горячих компрессов на голову. У малокровных женщин боли эти правильно возвращаются при каждой менструации. Но есть у анемика именно при тяжелой формах хлороза, но если у анемика именно при тяжелой формах хлороза наблюдаются сильные головные боли, то приходится думать, что они зависят от повышения давления спинномозговой жидкости, как это доказывается поясничным проколом специально при анемии. Или же нужно подразумевать в таких случаях тромбоз какого-либо мозгового синуса, особенно если к этому присоединяются другие тяжелые симптомы вроде помрачения сознания, омороков и тому подобного. Особая форма мозговой анемии с головными болями наблюдается при недостаточности аорты, скорый пульс мозговых артерий, то есть быстрое движение по ним крови ощущается больным часто в виде тяжести головы, напоминающей неврастеническую головную боль, иногда очень тягостную, большей части имеющую пульсирующий характер и пендант к подобным же пульсирующим эпигастратам. больным болям при указанном пороке сердца, так как такие больные сплошь да рядом отличаются ненормальной раздражительностью и страдают бессонницей, то здесь имеются все данные для возникновения псевдо-неврастенической картины болезни. С другой стороны, и гиперемия мозга точно так же может быть причиной головных болей. При активной гиперемии больные жалуются на тяжесть головы или головные боли, которые иногда напоминают мигрень или пульсируют, пульсируют, но чаще всего имеют характер приливов, сопровождаясь мельканием в глазах, шумом в ушах, головокружением, бессонницей, чрезвычайной раздражительностью, словом, опять так называемыми псевдо-неврастеническими взятых в кавычки симптомами. Исследования крови в таких случаях полицитемия восклицательный знак и прочие клинические данные легко дают возможность поставить правильный диагноз. То есть гипернемия. Что касается пассивной гиперемии, то она только тогда является причиной головной боли, связанной с головокружением и если длится очень долго, но вообще она не отличается интенсивностью. Такую венозную гиперемию мы наблюдаем при недостаточности правого сердца и чаще всего, насколько мне кажется, при относительной недостаточности трехсворчатой заслонки или клапана, а также при затрудненном кровообращении вена кава супере происходит ли оно вследствие сжатия ее опухолю медиастине, то есть средостеяния или вследствие тромбоза ее или особенно правого предсердия. И здесь диагноз устанавливается по наличию других застойных явлений в вене кава супериор, птианоз отеков и медиастинальных явлений смещения оливер кавдарелевскому симптому очень ценному при распознавании медиастинита вообще, наконец, по данным рентгеноскопической картины, что подобные головные боли зависят от повышения внутричерепного давления, которое может при известных условиях усилить их до весьма интенсивной степени непонятно самой собой. Они выступают при атеросклерозе мозговых сосудов или хроническом отравлении алкоголем, при вазомоторных расстройствах, болезнях носовой полости, при повышении давления в спину мозговой жидкости и тому подобное. При ношении чересчур узких воротничков и сильной шнуровки корсета также замечаются иной раз головные боли, которые зависят от расстройств венозного кровообращения, но при них боли не достигают значительной степени, под моим наблюдением находилось одновременно, разновременно, 13 подобных случаев и никогда не приходилось слышать от этих больных жалоб на чересчур большие головные боли. Только в одном случае, где имелись обширные отеки и сильный цианоз, больной жаловался на резкую головную боль головы. В редких случаях головные боли наблюдаются при язве желудка. Мне пришлось лечить одного коллегу, у которого я поставил диагноз улькус парапилорик вентрице со сращениями и дилетацией его. Ляпаратомия вполне подтвердила этот диагноз. У этого коллеги наблюдалась головная боль, периодически появляющаяся при ухудшении его болезни и исчезавшая вместе с улучением миф. После сделанной ему гастроэнтеростомии головная боль совершенно исчезла. Я полагаю, что в данном случае она была в связи с раздражением ветвей нервисимпатиции, то есть симпатического нерва. Бывают больные с отсутствием соляной кислоты в желудке, анацидитас, муриатико, у которых также наблюдаются головные боли, немедленно проходящие, как только больные начинают принимать соляную кислоту. Вот вам и постановка диагноза по результатам лечения. Жалобы на внезапно появляющиеся и неправильно повторяющиеся головные боли зависят иногда от повышенного бокового давления в артериях. Все болезненные процессы, подающие повод к подобному повышению, безразлично болезненные ли они или нет, являются ли они первичными или вторичными, могут сопровождаться головными болями, достигающими иной раз значительной степени. Для установления повышенного бокового давления в качестве самостоятельной причины головных болей необходимо исключить все другие причины, могущие обусловить эти боли другим путем, например, интоксикации при нефритах. Достойным замечанием является при этого рода боли то обстоятельство, что они появляются обыкновенно или около полуночи или в ранние утренние часы при пробужении больных и часто комбинируются с диспной предсердечной тоской и полиурией. Я уже давно задолго до того, как стали различать уремию от псевдоурумии, стал объяснять некоторые приступы сильных головных болей с головокружениями, рвотой, помрачениями сознания, даже с конвульсиями, именно подобным повышением внутриартериального давления, так называемой эссенциальной гипертензией в тех случаях, где имеется нефросклероз, застойная почка и так далее. Этим же объясняются головные боли и при некоторых случаях артериосклероза, сопровождающихся наличием заболеваний почек. Периодические головные боли являются частым симптомом при эпилепсии именно в периоде ауры при ней, когда у больных появляются как бы периодические толчки в голову в связи с головокружениями, тошнотой, рвотой, потом даже мимолетними потерями сознания, как это бывает при так называемых петитмальм, то есть малых приступах эпилепсии. Иногда эти боли остаются на более или менее долгое время, и после того, как припадок эпилепсии уже прошел. По новейшим исследованиям оказывается, что эпилептики дурно переносят кокаин, например, 0,05 грамма подкожная, и после такого впрыскивания у них может наступить или припадок самой болезни, или состояния ауры с головокружением, тошнотой, рвотой, сердцебиением, одышкой, дрожанием и, конечно, головными болями. Головные боли, особенно в затылке и в темени, являются причиной постоянных жалоб при микседеме, то есть гипотиреозе, которая, помимо внешнего вида больных, легко диагностируется на основании кожных данных гипотермии, гипотермии, вернее, толстого языка и другой симптоматике. Затем блестящий эффект лечения препаратами щитовидной железы окончательно устраняет всякие сомнения. Это постановка диагноза по результатам лечения. Это относится не только к резко выраженным случаям микседемы, но и к рундиментарным формам ее, так называемому гипотиреоидизму, протекающему обыкновенно под видом неврастынии или тяжелой анемии. Но и здесь диагноз направляется на верный путь сухостью кожи, наличием трофических изменений ногтей и волос, гипотермией, легкой утомляемостью, отсутствием потов, отклонениями в настроении духа и эффектом лечения щитовидной железой. при заболеваниях надпочечников, так называемой одессоновой болезни, наблюдаются частые головные боли, принимающие иногда чрезвычайно интенсивный и упорный характер. Боли и эти напоминают другие боли, которые появляются чаще всего у молодежи при явлениях так называемой настоящей функциональной или ортотической альбуминурии, сопровождаемой чувством постоянной усталости, разбитости, головокружениями, омороками и зависящими отчасти от мазомоторных явлений, отчасти от дегенеративной предрасположенности. Диагноз ортотической альбуминурии нетруден, но болезнь эта часто просматривается, потому что о ней не думают. Иногда головные боли зависят от болезней глаз, чаще всего они находятся в связи с ненормальными напряжениями аккомодации при аномалиях рефракции глаза, особенно при гиперметрописе, и астигматизме, при воспалительных страданиях глаз, чаще всего при глоукоме, а иногда при недостаточном освещении во время продолжительных работ. Интересно, что при подобных болях, именно при астенопатии, боли жалуются на боли во лбу, которые тем сильнее, чем дальше глаза напрягаются, и ночью совершенно исчезают. Боли эти производят впечатление супраорбитальной невралгии, а при глоукоме они часто сопровождаются рвотой, вследствие чего связанным с повышением давления в черепной полости. Подобные же боли имеют место при воспалительных и гнойных заболеваниях лобной пазухи. Они очень часто производят впечатление супраорбитальной невралгии, причем больные жалуются обыкновенно на рассеянные я смотрю сколько успею кончить. Так, на рассеянные боли в области лба или корня носа между глаз. Именно эти боли затем постоянная заложенность носа вследствие острых ринитов из-за трудненного отделения секрета лобной пазухи из-за полипов и припухлости верхней и средней носовой раковины, а затем смазывание адреналином и кокаином или же того и другого меси слизистой носа служит точками опоры для правильного распознавания этой болезни. Для этого требуется иногда освещение лобной пазухи и специальные исследования носа. Причиной боли могут быть также заболевания уха, как наружного слухового хода, фурункулез и народные тела, так и внутреннего уха. Больные при этом редко жалуются на локализованную в области уха боль, а чаще на неопределенные рассеянные по всей голове или сосредоточенные в затылке боли, отдающие в глаза, а затем на чувствительность при давлении на процессы холестеринома, поражение костей, при которых процесс вовлекается часто мозг и боль являются в таком случае первым симптомом какого-либо мозгового абсцесса или гнойного менингита. Мы знаем теперь благодаря поясничному проколу и трепанации черепа, что головные боли при острых воспалениях среднего уха в связи с картиной болезни, похожей на менингит, могут зависеть и от острых серозных менингитов, которые быстро проходят после устранения первичного болезнетворного очага в ухе. Заболевания полусерта и зева также могут быть исходной точкой головных болей. Здесь приходится иметь в виду злокачественные новообразования в зеве, исходящие из твердого неба и нередко продолжающиеся до основания черепа или остров воспалительные процессы, например, ангина, ретроназалийс, задние полости зева, влекущие за собой заложенность носа, гнусавый голод и опухоль желез, у заднего края грудина ключично-сосковой мышцы. Наконец, причиной болей могут быть танзилы и зубы. При жалобах больных на боли, напоминающие острую затылочную невралгию с болями, идущими от затылка и распространяющимися по всей затылочной области, нельзя упускать из виду острые ангины и качественные острые ангины, и в качестве возможной причины этих болей. Хроническое заболевание зева, особенно аденоиды, туберкулез или рак задней стенки зева могут также подавать повод хроническим затылочным или лобным болям. Я наблюдал однажды случай карциномы лярингис и синус переформист с метастазом в шейных железах, где именно подобные интенсивные затылочные боли выступали на первый план. Боли головы, исходящие из зубов, узнаются потому, что они обыкновенно локализуются в висках, в ушах, причем стимулируют отиты или в щеках и по своей силе могут значительно превосходить зубную боль. При болях головы, если причиной их не является какая-либо из перечисленных нами болезней, приходится думать о заболеваниях внутренних органов, среди которых на первом месте находятся почки. Вот почему в сомнительных случаях никогда не следует пускать делать исследования мочи. Из болезней этого рода мы прежде всего укажем на уремию, но современным воззрением, по современным воззрениям страдание это зависит от отека мозга, очень часто идущего параллельно с общим отеком нефроз или от склероза мозговой артерии, псевдоуремия с общим отеком нефроз или от склероза мозговой артерии, псевдоуремия, иногда же от азотемии. Настоящие уремические головные боли отличаются тем, что сосредотачивается именно в затылке, то есть имеет акцепитальный характер и потому часто смешивается с мигренью, так как сопровождаются рвоты и появляются по утрам при пробужении от ночного сна. Но достаточно обратить внимание на прочие симптомы урумии, исследовать мочу и кровь, чтобы избежать возможной ошибки. Я бы указал раньше, что давно уже отказался от взгляда, будто все головные боли, наблюдающиеся при хронических нефритах, непременно имея токсическое происхождение. Во многих случаях они зависят, по-моему, от повышенного давления в сосудах. Но и при нефритах, протекающих с уремией или без таковой, может иметь место целый ряд мозговых явлений, дающих головные боли. Достаточно указать на уремические менингиты, уремические отеки мозга, мозговые кровоизлияния при нефритах, энцефалом элацию на тромботической или эмболической почве и наклонность нефритиков к внутреннему геморрагическому пахи менингиту. Само собой разумеется, что и в начале острых гламерол нефритов могут наблюдаться головные боли в качестве выражения острой инфекции. Нередки головные боли и при сахарном мочеизмнурении диабет здесь они являются то форме неопределенной тяжести головы, то в виде резко выраженных неврологических страданий большей частью как выражение одновременно существующего ацидоза. Сильная невыносимая боль при диабете является указанием на угрожающую диабетическую кому одновременное хоть и легкое затемнение сознания эпигастрология диабетика метеоризм глубоко замедленное дыхание особенно же отравление организма кислотами уксусной оксимасляной дают возможность без затруднения поставить правильный диагноз но картина болезни иногда затемнается когда к диабету примешивается болезнь сопровождающаяся головной болью под моим наблюдением например находился больной страдающий продолжительным сахарным мочеизнурением он заболел острым периоститом верхнего коренного зуба и через день стал жаловаться на головную боль гораздо более сильную чем зубная но еще через сутки оказалось что причиной ее являлась диабетическая кома такие же головные боли у диабетиков могут появляться и при пахе менингитов и менингитов например у туберкулезных рядом с этими двумя тока что названными токсикозами довольно часто причиной головных болей являются хронические заборы здесь они выражаются то в форме незначительной тяжести головы то в форме настоящих неврологических болей в области тройничного и затылочного нервов известен факт что иногда случаи неврологии тройничного нерва не уступающие никакому лечению случаи неврологии тройничного нерва так и не вступающие никакому лечению проходят при настойчивом лечении драстическими драстическими и слабительными средствами лет если при обстепации запоре мы имеем дело с чувством давления и тяжести головы то мне кажется диагноз аутоинтоксикации со стороны кишечника часто недостаточно обоснован гораздо чаще тяжесть головы и запор являются симптомами невроза при котором имеются одновременно и другие симптомы этого страдания в виде утомляемости головокружения плохого сна и так далее при подагре головные боли особенно особенного значения не имеют и я затруднялся бы считать их более или менее характерными для данной болезни поэтому если при ней имеется головная боль и особенно если она достигает значительной степени то я склонен объяснить ее неврастынии протекающей на почве подагры склероза мозговых артерий повышенным боковым давлением сосудов наконец заболеванием почек если толка нет для объяснения если толка нет нет если только нет для объяснения ее другой причины обычной при подагре например злоупотребление алкоголем отравлении никотином и так далее при этом я конечно не говорю о тех головных болях которые нередко имеют место при остых припадках подагры подобно эндогенам и многим экзогенным и многие экзогенные яды обусловливают появление головных болей вообще следует сказать что все яды вызывающие церебральные болезненные симптомы влекут за собой обыкновенно и головные боли особенно наркотики окис углерода сюда принадлежат алкоголь хлороформ амил нитрит никотин и другие лекарственные вещества а также кофе и чай что касается никотина хроническое отравление так называемого никотинизма то при нем наблюдаются затылочные боли головокружения ангеноиды приступы потливость гастрология запоры афазия гепи гемипарастезия наличие тремора и отвращение курения дают возможность распознать истинную суть отравления никотином но нельзя забывать что при этом могут иметь место и другого рода головные боли например мигренозные невростынические истерические артериосклеротические менингиальные при сирозном менингите головные боли являются одним из главных симптомов при свинцовом отравлении в легких случаях его они выражаются тяжестью головы чувством сжатия ослаблением памяти легкой утомляемостью что может подать повод к неправильному диагнозу невростыни в настоящее время при множестве производств и фабрикаций часто приходится иметь дело со свинцом и это необходимо иметь в виду диагноз свинцового отравления становится несомненным когда мы имеем поражение края десен так называемую свинцовую кайму бледность кожи обилие эритроцитов с точками в них пунктированные эритроциты колики в животе или артрологические боли в суставах подобный ряд симптомов достигает наиболее резкой формы в случае так называемой энцефалопатии сатурнина свинцовой энцефалопатии которая напоминает несколько хронический лептоменингит однако провести между ними разницу не представляет особенных затруднений хроническое отравление мышьяком подобно свинцовому дает головные боли в области лба связанные часто с головокружениями и отсутствием аппетита наличие воспалительных изменений конъюнктивы и слизистой дыхательных путей гастроинтестинальные симптомы невриты преимущественно в нижних конечностях герпес зостер все это наводит на мысль об отравлении мышьяком которое окончательно усиливается путем исследования испражнений и мочи на присутствии мышьяка хронические головные боли имеют место и при хроническом отравлении окиси углерода они также сопровождаются головокружениями чувством усталости бессонницей эпилепти эпилептоидными припадками иногда глюкозурии здесь приходится считаться с тем что подобные боли наблюдаются обыкновенно зимой а летом исчезают топка топка отопления вот наконец спектральный анализ крови дает возможность разобраться с чем мы имеем дело особую форму головных болей мы наблюдаем в периоде полового созревания преимущественно у юношей так называемая цефалае адолес подростковая боли сосредотачивается при этом чаще всего во лбу они улучаются по утрам и к вечеру обыкновенно ухудшаются настолько что становится невозможным всякий умственный труд насколько в них дело идет не об аденоинных вегетаций приходится считаться с быстрым ростом организма с одновременным расстройством со стороны сердца сердцебиения относительная узость артерии и сосудистой иннервации ортотической альбоминурией а в некоторых случаях как мне кажется с недостаточным артериальным питанием мозга или с известной недоразвенностью его в общем этого рода боли имеют псевдоневростенический характер сюда принадлежат и так называемые школьные головные боли которые зависят от части от ненормальной ригидности артерии в свою очередь обуславливаемой повышенным тонусом их мышц в чем легко можно убедиться при исследовании радиальных артерий дети со школьными головными болями жалуются обыкновенно на целый риад базомоторных явлений в виде холодных рук и ног сердцебиения болей в сердце даже ангиноидных приступов в качестве особого рода головных болей описана та форма их которая наблюдается точно так же в юном возрасте при умственном переутомлении сосредоточенности сосредотачивается в области черепных швов и характеризуется огромной чувствительностью при давлении на них это так называемая шумная невралгия на над ноэралгия нередко головные боли наблюдаются у тех людей которые в силу своей профессии принуждены бывает продолжение многих часов сидеть в искусственно освещаемых помещениях у письменных столов за занятиями причем источник света газ но чаще всего электричество освещает их голову этого рода головная боль также понятна как и та которая является начальным симптомом солнечного удара и сопровождается головокружениями шумом буша рвотой дорожанием рук фибриллярным сокращением мускул присудорах замедленным пульсом бессознательным состоянием стеторозным дыханием и бредом солнечный удар при тепловом ударе боли головы имеет стучащий пульсирующий характер и к ним очень скоро присоединяется сухость во рту общая слабость умственная вялость апатия жар пьяная походка синеватость отечность лица и горячий подкожи внезапная потеря сознания и коллапс единичные сокращения мускула анурия интенсивный едва ощущимый пульс прерывистость дыхания рвота и наконец понос дополняют выше нарисованную картину теплового удара после которого остаются еще в течение более или менее долгого времени нервные псевдоистерические явления головные боли как мы уже не раз говорили являются неизбежными спутниками всех острых и хронических инфекционных болезней можно сказать что всякая зараза проникнув организм непременно вызывает головную боль а некоторые инфекционные формы сопровождаются головными болями исключительной силы я укажу на пернициозную малярию малярии чуму желтую лихорадку возвратный и особенно сыпной тип при котором головные боли в темени и во лбу бывает настолько интенсивны что больные жалуются только на них здесь они сопровождаются болями поясницы и кровь и членок даже в таких случаях которые отличаются легким течением само собой разумеется что резко выраженные головные боли имеют место и при эпидемическом мененгите причем некоторых при некоторых так называемых абортивных или смазанных формах его эти боли являются единственным симптомом который наводит на мысль о настоящей болезни такие невыраженные случаи представляют громадные затруднения для диагноза чувствительность черепа при легком постукивании его незначительная боль и ригидность затылка симптом Кернига болезненность позвоночника при давлении на него лейкоцитоз крови наличие хоть незначительной ангины и желудочно-кишечных расстройств наконец бактериологическое исследование слизи из полоси носа и зева и поясничный прокол повышенное давление мутной спинно-мозговой жидкости и присутствие интрацеллюлярных менингококков дает возможность поставить правильный диагноз вот меня интересует почему о мигрене автор не говорит но может быть чуть позже при брюшном тифе даже при легких амбулаторных формах его головная боль является довольно постоянным симптомом как часто приходится видеть таких больных в течение недель остающихся с диагнозом инфлюенции или верхушечного катара легки которые слегка лихорадят жалуются на ненормально легкую утомляясь головные боли особенно в лобной части головы в таких случаях нужно иметь ввиду брюшной тиф разобраться здесь нетрудно если обратить внимание на носовые кровотечения в начале болезни на поразительную бродикардию опухоль хоть и незначительную селезенки особенно на положительную диазореакцию быстро развивающуюся лейкопению положительную реакцию видаля и наконец на бактериологическое исследование крови и часто при неясности и неполноте такой картины болезни одна только упорная головная боль наводит нас на мысль о брюшном тифе в самое последнее время опыт мировой войны показал показал что что такие же амбулаторные рудиментарные формы как при брюшном встречается и при сыпном тифе здесь выручает диагноз именно головные боли температура иногда знов воспалительные изменения слизистых глаз дыхательных и пищевых путей опухоль печени и селезенки и подчас менингиальные явления дают при наличии эпидемии основания для производства вайл фелиховской реакции в случае положительного результата устанавливается диагноз точно так же и сифилис не только в третичном но и вторичном периоде подает иногда повод головным болям которые при наличии боли в членах или хорадке маскируют иногда грипп за Луис говорит тот что боли эти имеют интермитирующий характер появляются особенно по ночам связаны с значительным исхуданием бессонницей опухолью селезенки нервными явлениями наконец положительный результат варс-армановской реакции решает дело в ряду головных болей встречаются такие которые являются наследственными фамильными ну наконец-то сюда принадлежит например мигрень болезнь нета как известно характеризуется тем что при ней бой появляется преимущественно в одной половине головы причем иногда боли это переходит с одной половины на другую сосредотачивается чаще всего в висках затем во лбу и в затылке распространяясь в редких случаях по всей голове мигрени всегда предшествует нарушение поля зрения парастезии в конечности головная боль появляется при ней уже с утра при пробужении и достигает очень скоро такой силы что больные больницы шевельнутся чтобы не увеличить ее страдающие гемикронией то есть мигрени чувствуют себя тяжело больными чему немало способствует гиперэстезии зрительного и слухового органов повышенная раздражительность полная неспособность какого бы то ни было труду возоматурные явления бледность или краснота лица при падке мигрени нередко заканчиваются рвотой и поносом для диагноза по моему по моему важно что гемикрония женщины страдает гораздо чаще чем мужчины она является у них обычно спутником менструации и с наступлением климактерического возраста совершенно исчезает или по крайней мере ослабевает равно как и во время беременности обыкновенно по прошествии двух месяцев и затем особенно во время лактации еще большее значение имеет то обстоятельство что мигрень является болезнью наследственной которое обнаруживается уже в ранней молодости поэтому когда болезни нет впервые проявляется в зрелом возрасте примерно около сорока лет то это уже не настоящая гемикрония а симптомат симптоматическая мигрень симулируется целым рядом других болезней причем характерная особенность головной боли при ней именно сосредоточение тока в одной половине головы как раз является тем признаком который чаще всего вводит в заблужение так например на мигрень можно за мигрень можно принять уремическую то есть уротоксическую головную боль которая как известно также сопровождается рвотой и часто появляется уже с утра но ошибку легко избежать если исследовать мочу и принять во внимание что больной страдает мигренью не с ранней молодости она появилась у него уже в зрелом возрасте однако если альбум минурии нет и анамнез неясен легко и ошибиться во всяком случае для диагноза мы должны руководствоваться следующими симптомами при уремии часто наблюдаются полакезурия и нектурия глазное дно дает определенную картину застойный саксов имеется акцентуация второго тона аорты боковое давление в сосудистой системе повышено и от больного часто неприятно пахнет мочой наконец диагноз окончательно устанавливается при наличии судорог икроножных мышц окончанелости пальцев дигите семимортуи и значительного зуда кожи знаете как сложно точно так же и экзогены и яды например никотин могут являться причиной наступающих припадками гемикронической головной боли но здесь мы имеем обычную корчену картину отравления никотином в виде сердечных припадков сердцебиения аритмии ангинозного состояния зрительных расстройств понижение центрального зрения центральной скотомой для красного и зеленого цвета амблиопии ретро бульбарного неврита законченных закопченных дымом от папирос пальцев хронического катарозева и бронхо и наконец целого ряда общих и местных нервных явлений отчасти токсической причиной объясняется и другого рода головная боль редко занимающая только половину головы а именно при хронической вообще и в частности спастическом запоре хотя часто и настоящая мигрень совершенно проходит или по крайней мере значительно ослабевает после искусственного вызванного опорожнения кишечника но установить с какого рода головными болями мы имеем дело нетрудно если принять во внимание наследственность рвоту гиперэстезии появление боли рано утром и так далее боли в половине головы с головокружениями тошнотой и рвотой бывает и при склерозе мозговых артерий если боли эти имеют интермитирующий характер то можно заподозрить ангиоспазмы склерозированных артерий в некоторых случаях такая мигреноподобная боль головы блящаяся целые дни и даже недели может явиться симптомом тромбоза мозговой артерии и здесь дело разъясняется повышением сухожильных и ослаблением кожных рефлексов наличием феномена бобинского симптомами раздражения чувствительных и двигательных путей парастезиями болями судорогами конечностей наконец явления склероза и других сосудов но здесь возможно и совпадение когда у пожилого человека с настоящей гемикронией начинает сказываться атеросклероз сосудов что конечно нетрудно выяснить в каждом конкретном случае когда мы имеем дело с острой глукомой бывает боли в половине головы расстройство зрения и рвота как при мигрении но здесь сомнения устраняются исследованиями напряжения бульбуса то есть офтальмоскопическим исследованием затем похожие на мигрень боли в половине головы и в одном из глаз наблюдается иногда сорвоты при так называемых периодических порезах нерви окуломотории в таких случаях анамнезы указывают на настоящую болезнь установив диагноз мигрени мы должны еще решить вопрос не является ли она вторичной ибо не все случаи ее представляют собой вазомоторный неброс первичного характера этот вопрос выплывает перед нами особенно там где мигрень впервые появляется в пожилом возрасте и где анамнез не дает никаких указаний на ее наследственное происхождение гемикрония связанная с глазными симптомами так называемая гемикрония мигрени автальмика то есть связь односторонней головной были с помутнением или собственно подтемнением поля зрения наводит нас на мысль об ограниченном болезненном процессе мозгу об опухоли мозга и о так называемых парализис прогриденз о люисе церебре множественном островном склерозе или же бугорчатке туберкулезе мозга но здесь можно руководствоваться помимо раньше указанных нами диагностических моментов еще тем соображением что при мигрене рвота обозначает обыкновенно конец головных болей чего не бывает ни при туморе церебре ни при других указанных здесь болезнях очень трудно отличить первичную мигрень от той симптоматической формы ее которая является при эпилепсии аура при последней или ее атипические формы нередко имеют характер мигрени напоминая ее не только головной болю но и парастезиями на конечностях и расстройствами зрительных зрительного аппарата но мышечные судороги достаточно и незначительные которые имеются при всяком случае эпилепсии позволяют усыновить с большей или меньшей уверенностью диагнозы периодически повторяющиеся через большие промежутки времени припадки мигрени наблюдаются при циклотемии особое болезненное состояние характеризующее патологическими колебаниями душевной деятельности человека и отражающиеся на его интеллектуальной психомоторной эмоциональной сфере это примечание переводчика конечно в тех случаях где выступает на первый план депрессивное состояние больного сомнений быть не может но там где картина болезни затемняется припадками гемикронии смерцательной скотомой и другими соматическими расстройствами как например с периодической бессонницей диспепсией диареей уртикарией и тому подобное вопрос о характере болезни может быть решен только после подробного психоаналитического исследования больного во французской литературе много говорилось о патогрической эмогинии не в том смысле что она обусловливается пограбной подагрой а в том что острые припадки последние могут поддерживаться припадками гемикронии я лично никогда не мог убедиться в этом хотя мне кажется справедливым что мигрень как и неврастание легко может возникать на подагрической почве именно в этом смысле я считаю возможным делать на основании мигрени заключение о наличии подагрического диагноза в заключение хочу обратить внимание на то что мигрень иногда смешивается и с истерией даже типичные симптомы последние не исключает безусловно гемикронии так как обе болезни этой части это часто комбинируется с друг с другом решающим диагностическим моментом является наличие при мигрении мерцательной скотомы то есть томного подвижного пятна или ярких зубцов поле зрения а также данных о наследственном происхождении болезни после всего изложенного мы видим что определенная локализация головных болей не может давать никаких более или менее точных указаний на их происхождение тем не менее мы же можем на ее основании делать с известной степенью вероятности некоторые выводы которые в существенных чертах сводятся к следующим затылочные боли указывают чаще всего на затылочную акцепитальную невралгию затем на бигрень подагру и наконец на заболевание сердца лобная боль говорит о страдании глаз носа и лобных пазухов строго ограниченная боль в темени об истерии височная боль о заболевании уха или зуба для диагноза опухолей мозга локализация головной боли может иметь известное значение только в том случае если в окружности этого места больного места череп оказывается чувствительным при постукивании по нем и если перкутурный звук в этой области имеет темпанический оттенок с шумом треснувшего горшка бруид де потфелли от переводчика из обширного руководства профессора Норберта оттенера клинище симптоматология инерин край хайты мы избрали и перевели на русский язык только три главы о сердечных суставных и головных больных наиболее интересные и важные для практического врача что касается болевшего те то описание их составляет отдельный том который со временем надеемся также будет переведен на русском языке издательством медицина переводчик ну вот такая вот глава о головных болях вы видите насколько это сложная проблема диагностики головных боль и сколько причин тысяча причин может вызвать головную боль на этом я доктор Джордж Горбатов завершаю чтение вообще этой книги да книги это книги этого так сказать перевода небольшого перевода некоторых скажем так глав из книги профессора Норберта Ортнера боль как диагностический симптом при распознавании внутренних и нервных заболеваний я прощаюсь с вами до следующих чтений спасибо и до свидания и Продолжение следует...